Более тысячи квадратных метров муниципальной земли в Зайльцовском районе Новосибирска аккумулировали на себе свалку, катакомбы с опасными ямами, место для осуществления закладок наркотиков и формирования стай бездомных собак. Жители домов по соседству умоляют чиновников услышать их просьбы привести участок в должный вид, избавив горожан от опасности. И просьбам этим уже несколько лет. Почему драгоценные квадраты простаивают и не приносят пользу, а только вред, разбирались мои коллеги. Вот эта помойка, когда она загорелась, у нас загорелось окно. У нас раньше было окно ниже, ну как стандартное. Оно перегорело, мы его поменяли. Жительница улицы Красногорской в Новосибирске Анастасия Кузьмина рассказывает о соседстве с пустырем, где на протяжении нескольких лет скапливается мусор из частного сектора, который воспламеняется под воздействием теплой погоды и шалостей подростков. Но в этом женщины видят не детей, а чиновников мэрии, не спешащих благоустроить земельный участок, где ранее располагался объект незавершенного строительства. Тут вообще беспорядок. Собаки гуляют всегда, бездомные. Вот здесь дети рядом. А всякие там закладчики и так далее? Бывает, бывает. Прям с окошка смотришь и морешь, вам помочь. Они убегают. Но потом, видать, снова приходят. Кроме наркоманов и бездомных псов, опасность представляет и сама площадка бывшего недостроя. Дети после кадетского корпуса гуляют. Там же плиты толком не огорожены. Они провалятся, упадут снег зимой, они все равно там скачут. А местные жители вместе с городскими депутатами скачут по инстанциям. И в МВД, и в прокуратуру, и в мэрию, и к детскому омбудсмену обращались. Участок безопасный школьный маршрут превращает в опасный. Толку ноль. По близости в нашем окрестностях хорошей детской площадки нет. Ну, может быть, там, ну, по крайней мере, облагородить, что даже так вот выйти с ребятишками посидеть было бы лучше. Да, есть детская площадка, но она старая. Ее надо обновлять. Но прежде необходимый участок площадью свыше тысячи квадратных метров освободить от строительного мусора, разровнять и рекультивировать. Раньше на этом месте Трест-43 собирался возводить жилой дом. Что-то пошло не так. Стройку заморозили. Договор аренды земли между застройщиком и мэрией истек в 2013-м. Пять лет спустя арбитраж постановил участок освободить и объект незавершенного строительства демонтировать. Но ВОЗ и ныне там. Это проблема с десятилетней историей. И на самом деле уже есть два судебных решения. Застройщик должен, согласно первому решению, за свой счет снести объект незавершенного строительства. А согласно второму решению, привлеченное лицо, некое ИП, за свой счет сносит этот недострой и взыскивает застройщика средства. Но на сегодняшний день застройщик является банкротом, поэтому взыскивает средства не с кого. И эта проблема вышла на новый виток. Но мы сегодня направили обращение и в департаменте строительства сегодня разбираются с обстоятельствами, каким образом теперь поступить. А именно, к примеру, признать объект бесхозным, изыскать деньги в муниципальном бюджете. Или подключить областные власти. Год назад вопрос уже поднимали на совещании с губернатором. Параллельно запустили процедуру перезонирования участка. Здесь можно будет разместить только спортивную площадку. Но лишь после того, как на демонтаж конструкции найдут около 3,5 миллионов рублей. Дмитрий Белькевич, Валерий Павлов, Новость ОТС.